Доброго времени суток друзья и приветствую всех на канале Разунгейм. Мы с вами находимся на проекте GTA 5 Antares RPG. Не РП, а РПГ. Это не обзор, это моя попытка где-то зацепиться и где-то прокачаться хоть до какой-то степени. Недавно совсем я пробовал зацепиться на проектах Arma 3. Попробовал, в общем-то, ну достиг чего-то, но зацепиться так и не смог. Проанализировав, какие есть сервера на GTA 5, я остановился перед выбором Смотра или Антарес. Что Смотра, что Антарес находится в РПГ режиме, а не в РП. Ну а это такой более-менее облегченный режим, в котором, в общем-то, можно существовать, прокачивать своего персонажа и не очень сильно напрягаться по поводу роли плея. Того, как с тобой будут разговаривать, там, как тебе надо разговаривать. Ну и вообще, РПГ это РПГ, а не РП. Здесь основной акцент идет на то, как вы будете прокачивать своего персонажа. Здесь огромное количество левелов, все прокачивается, и персонаж, и его навыки, все-все-все. Ну а роли плея, направление, тут уже так, оно как бы второстепенно. Нет, здесь есть полиция, есть скорая помощь, там даже кто-то работает в мэрии. Но основное направление это прокачка, крафт, ну и, в общем-то, существование на этом проекте. Почему же выиграл Антарес по сравнению со Смотрой? Хотя Смотр тоже мне нравится, тоже РПГ, но там меньше рабочих занятий. Ну и Антарес был одним из первых проектов, даже, может быть, первый проект, на который я зашел, для того, чтобы начать ознакомление с GTA V, с РП, с РПГ на базе игры GTA V. Да, тот проект Антарес, который я-то когда-то пытался делать на него обзор, был первым, и мне не с чем было сравнивать. Но, по ходу этого видео, а я думаю, будет несколько серий, потому что в одну серию мне просто физически не уложиться, мы посмотрим, насколько же, да я, наверное, даже больше всего посмотрю, насколько я все-таки был прав, хотя это был один из первых проектов на базе игры GTA V, я был незнаком, насколько я был прав, ну и насколько я остаюсь при своем мнении, ну и вообще, сколько меня хватит для того, чтобы здесь посуществовать, ну и вообще, до чего, до какого уровня я смогу здесь докачаться вообще, не только по цифровым значениям уровня, а и по жизненным показателям. Куплю ли я дом, куплю ли я какой-то себе бизнес, не знаю, кстати, есть ли здесь бизнес или нет, ну и вообще, до чего я смогу докачаться. Ну, а пока я вижу из изменений, это то, что при входе на этот проект вам дается вот такая вот машина. Раньше, когда я еще делал обзор, давно это было, был тоже грузовичок, те вначале давали, ну такой разбитый старый грузовик, теперь поменяли вот на такую вот машинку. Ну и линейка квестов, начальных квестов, тут стоит персонаж возле мэрии, у него очень длительная, она не то чтобы длинная, она длительная, потому что задания такие там, везде надо достичь второго уровня. Данный персонаж сейчас начнет нас гонять по всем занятостям на этом проекте, и везде надо будет получить хотя бы второй уровень. Ну это не быстро, поэтому растянется это надолго. Те, кто был на Антарисе, знают эту линейку квестов, ну и мне тоже как новичку, а я создал новый персонаж, тот персонаж, на котором я делал обзор и куда-то скоропостижно пропал, поэтому пришлось создать нового. Также остались здесь места парковочные, вот вы сейчас видите зеленое пятнышко, здесь можно парковаться, если я выйду, то машина будет здесь. Вообще с парковками на этом проекте здорово сделано. И вот одно из решений, которое мне кажется гениальное, да, вот я хожу по всяким проектам и бомблю на то, что нет аренды, да, аренда стоит через задницу, ну разные вещи показываю, да, а здесь просто чтобы не париться с этими арендами, сразу же в начале игроку дается развалюха. Да, развалюха, да, говномашинка, но она позволяет мне передвигаться и не париться. Ну и таким образом проблема с арендами, с точками размещения аренд сама собой решается. У игрока с самого начала есть возможность передвигаться самостоятельно, все, забыли про эту проблему навсегда. Почему бы так не делать на большинстве проектов. Ну и следующее, сейчас я вышел из машины, и как вы можете заметить, сразу же пошел на рабочее занятие, да, а машина автоматически закрылась. То есть, тоже одно из интересных решений. Ну зачем все время выходить, нажимать букву L, да, как бы, когда мы в реальности выходим из машины, это уже идет на автомате. Вынул ключи, только закрылась дверь, нажал кнопку и даже не обращая внимания, проходишь дальше. Ну здесь это тоже вот обыграть. Чего игрока гонять, вот, нажми кнопку L, нажми кнопку L, вышел, машина автоматически закрылась. То есть, как бы, по умолчанию. Ну и далее, рабочее занятие. Из минусов данного рабочего занятия могу сказать, что нету формы, но как-то теряется антуражность. И на своем обзоре я хвалил это рабочее занятие, говоря о том, что здесь есть промежуточные второстепенные действия, да, вот эта вот небольшая флеш-игрушечка, которая накладывается сверху. На тот момент это был передовой, на самом деле, проект, потому что, ну, вот такого вы бы увидели, ну, мало где. Тогда я еще не был на Радмире. Может быть, на Радмире уже тогда тоже была вот такая же система, второстепенное, вот это вот промежуточное действие, когда вот, ну, в этом случае мы ищем поломанные предохранители, да, и когда вот эти панельки переворачиваются, мы их меняем. На Радмире там надо распутать лохматку. Ну, тогда вот, ну, больше года назад, это было как бы так в диковинку, что ли. На данный момент, я вам скажу, это дрочиво. Это жуткое дрочиво. И вот продержаться на этом проекте длительное время достаточно сложно. Уже с первых часов, подчеркну, не минута, часов, я провел здесь много времени, сейчас мы этого коснемся, я понял, что, ну, это вообще лишнее. Это абсолютно лишнее. Это никому не интересно. И то, что сейчас Антарис находится не в лучшем своем состоянии по онлайну, я думаю, это одна из причин, потому что здесь слишком задротные занятия. Слишком задротные. Ну, и по ходу этого видео, или, может быть, следующей серии, я не знаю, насколько я смогу растянуть это видео, мы это увидим. Ну, и вот это первое занятие сразу же мне показало, что, ну, на обзоре я был не особо компетентен. Из-за того, что я уже говорил, это был один из первых, даже первый проект, на который я зашел. Естественно, мне и сравнивать-то было не с чем. И, ну, в общем-то, я еще особо не сталкивался с этими проектами, и особо не фармил, и не знал, сколько провести время можно на таком занятии, как эти занятия могут выглядеть на других проектах. Сравнивать мне было не с чем. Я отталкивался от того, чего вижу. Ну, а сейчас, вот зайдя сюда, и конкретно здесь пофармив, я понял, что, ну, одна из причин того, что сейчас упадок онлайна, мне кажется, это вот такие вот очень сильно задроченные занятия. А здесь каждое занятие, ну, мы этого коснемся по ходу этого видео, или серии этой, сериала этого, не знаю, сколько у меня получится. Здесь везде приходится вот так вот задрочиваться. Игра не дает вам возможности отдохнуть. Вы не игрок, вы участник этого процесса, причем прокачиваетесь вы, а начисляется все вашему персонажу. Вы реально работаете, руки очень быстро устают. На этом занятии, как бы, ну, помимо манипуляции самим персонажем по вот этой вот площадке, вам еще нужно и глазами следить, где загораются красные предохранители, запоминать их и делать три щелчка. И так постоянно. Платится немного, но здесь есть система крафта, и когда вы здесь работаете на этом занятии, вам выпадают некие провода. Провода нужны будут для крафта. Пока я не разобрался, понятия не имею, что с ними делать. Ну, и куда их сдавать, если они мне не нужны, и как с ними общаться, где этот крафт, я еще пока вообще ни хрена не знаю. Вот полный ноль. Но в этом о всем я хочу разобраться. Ну, и по ходу вот этого ролика, сериала, серии, я не знаю. Мы будем в этом разбираться, и я буду качаться, качаться, качаться. Ну, и на данный момент я качаюсь, и качаюсь очень долго. Из плюсов данного занятия, помимо задротства уже, который я упомянул, да, есть и плюсы. Проект старый, проект очень качественный. И вот на всех своих обзорах я говорю, да, вот здесь вот прописана анимация, но не прописано направление анимации. А вот на этом проекте все направления у анимации прописаны. Вы даже не сможете перепрыгнуть через триггер. Я пытался, но на видео я не буду это показывать, я пытался перепрыгнуть, чтобы человечек мой, персонажик забагался и начал делать свою вот эту анимацию, манипуляцию руками в другом направлении. Ни хрена. Триггер ловит персонажа, разворачивает его в нужном направлении и включает анимацию. Никогда вы не пойдете и не встанете неправильно. Ну, можно, конечно, использовать здесь некие баги и развернуть персонажика, но триггер развернет его в нужном направлении и включит анимацию. Вот о чем я всегда и говорю, что если такая система стоит, то антуражность на вот этой вот локации становится более атмосферной, потому что все заняты своим делом и все стоят и работают, включена анимация в нужном направлении. В большинстве случаев человек, когда начинает прокачиваться, он уже забивает на антуражность, просто быстрее бы, быстрее бы, встает на триггер, как попало там. И анимация может включиться в другом направлении вообще. То есть, если вы рубите дерево, то там топором ты будешь махать в другую сторону. Выглядит со стороны некрасиво, но людям это уже как бы наплевать, быстрее бы прокачаться. Но вот здесь есть направление у каждой анимации. Вы можете даже задом подойти на триггер, и он все равно вас развернет в нужном направлении и включит анимацию. Это здорово. Это вот внимание к деталям. Ну, проект старый, проект очень качественный. Ну, это я что-то заболтался, мы уже подъехали за следующим заданием. Если вы не заметили, то напомню, что вместо второго уровня электрика я докачался аж почти до пятого. Четыре, ну, чуть-чуть не хватает до пятого. Это, ну, уже потому что я, ну, действительно устал от этого однообразия. Однообразие на этих рабочих занятиях, оно просто убивает. Но это мы еще увидим. И я еще раз скажу, что, скорее всего, падение онлайна именно из-за вот этого однообразия. Время идет, а проект не развивается в сторону разнообразия рабочих занятий. Ну, мы взяли еще одно занятие, и в этом вот блоке я возьму сразу два занятия. Первое, это нам нужно подъехать к, вот, например, этому магазину и купить себе какое-нибудь шматье. И следующее занятие, мы уже не будем возвращаться в мэрию, это устроиться на работу грузчика и тоже получить второй уровень. Ну, а пока вот магазин. Вот так вот он выглядит. Надо сказать, что магазин надо искать вот этот вот. Он дешевый. Во всех остальных там по 17, по 15 тысяч шмотки. Здесь вот есть по 500, 700, 800, полторы тысячи. Вот такое вот шматье. Какое шматье купите без разницы. Лишь бы купить какую-нибудь верхнюю одежду. Ну и все, в общем-то, покупаем, двигаемся дальше. А дальше у нас вот следующее задание, которое я говорил. Уже я съездил за кадром в мэрию, взял это задание. Это надо получить второй уровень грузчика. И тут вот надо сказать, что авторы умеют делать рабочие занятия, как вот, например, вот эта вот работа грузчика, без промежуточного действия. То есть могут делать какие-то занятости, не такие задротные, как вот, например, работа электрика. Здесь мы просто подходим на триггер А, триггер Б, триггер А, триггер Б. Ну вот первая коробочка, как это всегда бывает, багрится. Ну, дальше это будет все, как бы, работать нормально. Ну и еще одно. Помимо задротства, да, есть, как вы видите, занятия, которые не особо задротные есть. И, значит, они умеют делать. Вот, тогда непонятно, нахрена вы мучаете игроков вот этими вот промежуточными действиями. Раз вы умеете делать и делаете вот такие вот занятия без промежуточных действий. Но, надо сказать, что это занятие здесь самое убогое, потому что, ну, здесь ничего не выпадает. То есть для крафта оно абсолютно бесполезное. Ну, а как рабочее занятие, оно второстепенное. То есть оно не дорогое, не дорогостоящее. Поэтому сюда просто по заданию приходит. Никто тут часами не просиживает на этом задании. Не просиживали, когда я делал обзор, не просиживают и здесь. Здесь и сейчас. Поэтому это просто проходное задание. Но все-таки мы видим, что авторы умеют делать и не задротные рабочие занятия. Но, тем не менее, остается все по-старому. Вообще, проект, надо сказать, ни хрена не движется. Вот время идет, да, на других каких-то топовых проектах добавляются рабочие занятия, что-то упрощается, правится экономика. Здесь вот какое-то просто затишье, застой. Ничего здесь не меняется. Ну, и вот это вот рабочее занятие, на котором мы сейчас находимся, это на самом деле абуза для сервера, для проекта. Сюда приходят только по заданию вот один раз. Больше сюда просто так никто никогда и не придет. Занятие не дорогостоящее, вернее, оно дешевое. И ничего здесь не выпадает. А, соответственно, никто в это играть и не будет. Всему это висит просто каким-то вот грузом на проекте. Ну, и я тоже не исключение. Если на электрике я прокачал уже четвертый уровень, почти пятый, и у меня там уже проводов что-то штук 10-12 нам выпадало, то здесь я даже не буду ничего прокачивать. Просто по заданию дохожу до второго уровня и валим отсюда в благополучную сторону мэрии. Делать здесь абсолютно нехорошо. Как я сказал, задание висит просто... Не задание, вернее, а вот это рабочее занятие висит на проекте мертвым грузом. Если его убрать, то вообще ничего не изменится. А станет только проще и легче самому проекту. Ну, и как я сказал, за кадром я добегал последние ящики. Слава богу, что прокачивать второй уровень не так сложно. Вообще, на самом деле, начальные уровни на этом проекте прокачиваются достаточно быстро. Вот где-то после, наверное, третьего уровня уже идет такое замедление прокачки. Но до третьего уровня качается легко. Так как я уже на электрике накачался и побегал там приличное количество времени, поэтому я уже могу судить объективным, потому что я уже прошел одну стадию и знаю. Но я не хочу на этом останавливаться. Я буду сейчас продолжать прокачиваться, ознакомление с этим проектом по вот этой вот квестовой линейке. Я все-таки пойду. Ну, и сейчас мы вернулись обратно к мэрии, чтобы получить следующее задание. Следующее задание достаточно простое. Это получить водительское удостоверение. Здесь нет такого названия, как автошкола. Здесь есть центр лицензирования. Я немножко потратил много времени, чтобы искать название автошкола. А здесь надо искать центр лицензирования. Вот туда-то мы сейчас и направляемся. Это следующее задание, которое я пройду по вот этой вот линейке квестов. Ознакомительной линейке квестов. Не знаю, что будет, когда она закончится. Буду ли я дальше продолжать или на этом мое терпение лопнет. Я не знаю. Пока еще все у меня впереди. Ну, и, наверное, на этом мы будем заканчивать. Как я получил удостоверение, как это здесь выглядит, мы увидим в следующей серии. Ну, и я не буду останавливаться. Буду дальше прокачиваться, прокачиваться до тех пор, пока у меня будет на это силы и возможности. Ну, а если кому-то понравилось, подписывайтесь на канал, заходите. Увидимся в следующей серии. Играйте, получайте удовольствие и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok